всем привет прежде чем я начну надеюсь что всем удалось зайти просто были нет люди записали что у них есть какие-то сложности сейчас я посмотрю я думаю автоматически программа с ними разберется нет времени заниматься в основном я вижу люди до попадаются окей как настроение у всех я не знаю как у вас настроение потому что не вижу ваших лиц и давайте все вместе дружно включим камеры я включаем камеры все 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 чем больше будет улыбок и камер тем легче пойдет семинар знаете как и когда когда я в зале выступаю я всех вижу перед собой так я хочу почувствовать себя в зале а потом я начну о отлично включаем включаемся не стесняйтесь думать вообще великая вещь дает возможность нам прийти домой я чаще кофе почувствовать себя в гостях и на семинаре на отлично отлично и сегодня все послушные я включаю камеры одну одну секундочку сейчас окей отлично на семинар записалось около 100 человек 36 уже подсоединилась может быть вот и не получилось не не могу просто за всеми проследить максимум я пришли им запись семинара всем привет еще раз меня зовут алекс машкович некоторые вижу здесь знакомые лица некоторые меня знают некоторые может быть не видит первый раз мы еще познакомимся вообще провожу семинары уже ну чтобы не соврать ну почти 10 лет на 9 лет я провожу семинары и вначале это были семинары как положено пока не пришел кови да ковид нас загнал домой и и заставил нас пользоваться технологиями и грамма обнаружили себя зум все сразу изменилось да то есть мы стали продолжать работать из дому проводить вебинары но тем не менее семинар мы тоже проводим все таки нас отпустили сейчас разрешили нас встречаться даже уже можно пожимать руку и так сказали вот поэтому кто захочет 29 сентября в импрув центре знаете где-то импрув канада это на килл и хайвай 7 у нас будет семинар личный но это уже будет немножко другая тема опять же можете приходить вообще на самом деле мы каждый раз стараемся делиться от новой новой информации сегодня в принципе я провожу впервые такой себе такой формат и вебинар и объясню почему вообще я инвестор я очень много инвестирую и учу людей как правильно инвестирует недвижимость я понял со временем у меня появилось очень много людей которые покупали впервые впервые инвестиции впервые для себя я понял что у людей нет этого но лиджа потому что те кто покупает впервые никто не обучает 7 инвестора мы всех обучаем а те кто покупает для себя мы не обучаем да я решила с пользой восполнить этот пробел и решил поделиться знаниями и теми навыками что мы приобрели купив тысячи сделок у нас детей тысячи наша компания хоть 150 компаний по канаде это очень огромное достижение благодаря людям которых ноги вы видите там вот марина максим аня здесь под вообще нас 15 человек агентов которые все очень high professional и знает что они делают потому что все топ-продюсеры также у нас есть большая команда у нас супер-моргидж брокеры вы тоже с ними познакомитесь у нас есть хорошие адвокаты у нас есть хорошие контракторы у нас есть хорошие инспекторы то есть у нас командой поэтому мы как супермаркет по недвижимости заходит супермаркет покупать молоко мясо все дела а здесь вот сразу приходится получать риэлтора моргидж брокера всего все что вам нужно да даже уборщик и в этом как бы наш успех что мы работаем по системе и у нас есть команда я немножко прежде чем мы перейдем к нашему семинару значит я вам расскажу какая у нас будет адженда я сейчас немножко вам расскажу немного себе немного о том как я был таким же как вы рассказать поделюсь своим опытом немного после этого катя и на два топ-продюсера моргидж агента лучшие моргидж агенты детей расскажут вам все секреты как получать моргиджи когда покупаете себе особенность покупаете первый раз и в конце я вам покажу немножко экономический прогноз и не нужно экономический обзор потому что всех интересует а что вообще происходит сегодня мы слышали в америке опять подняли ставку на 075 скорее всего у нас быстро еще поднятие вообще к чему мы идем как долго это продлится и и как из этого извлечь выгоду потому что из любой ситуации можно извлечь выгоду мы всегда говорим на недвижимости можно разбогатеть правильно северными разбогатеть может стать ну разбогатеть но по настоящему богатым можно стать в кризис только потому что остальные деньги делаются в кризис как творил ротшильд и не туба иван блат он застрит и вынуть ее он было это он сказал перед битвой наполеона с наполеоном в атерву очень неплохо заработал купая земли которому жилов купить за бесценно потому что была война и все где была кровь люди зарабатывали деньги на этом тоже но слава богу у нас в нашей стране крови нет конкретно вот и мы не будем говорить про другие а здесь мы назревает кризис и он принципе мужик кризис и вот на этом кризисе можно заработать или приобрести недвижимость которая казалась вообще заоблачно еще три только три месяца назад а сейчас немножко все изменилось я вам расскажу немножко о себе я вообще по специальности программист и математик у меня мастер-дегрид по компьютер-сайенс и математике я работал в больших компаниях в канаде в частности работал в компании blackberry помните была такая компания даже где-то есть еще вот и я я жил в израиле я жил много лет в израиле я закончил университет в израиле и вот я закончил университет получив очень хорошую зарплату я эту историю еще не рассказывал никогда почему больше или про инвестиции вот я получил очень хорошую зарплату программист когда все было на коне и моя зарплата наверно было в три раза выше чем средняя зарплата по стране это была первая зарплата я начал зарабатывать все все было хорошо я снимал там квартиру женился жена пока училась мне зарплата еще увеличилась еще увеличилась помните 2000 год дотком там вообще были сумасшедшие зарплаты машина отработает еда от работы все от работы даже даже в окейшин от работы все было от работы то есть коммунизм такой был но квартиру снимали квартиру снимал почему и так многие делали почему что боялись взять моргидж все как огня боялись моргиджи и я вам скажу сейчас у нас отличные моргиджи все думают ой щас 45 процент а знаете какие моргиджи были в израиле тогда я не помню процент но они были привязаны к инфляции. Представьте себе, сейчас у вас моргидж был привязан к инфляции. Это было бы 12%, 15%, понимаете? Вот такие были моргиджи. Естественно, мы боялись их взять. Потом это немножко изменилось, изменилась система, и тем не менее все боялись. Все боялись купить квартиру. Моя жена закончила университет, начала тоже зарабатывать, тоже хорошую зарплату. Она фармацевт, я программист. Две громадные зарплаты, и мы жили на аренде. 38 лет я купил только первый раз в своей жизни дом. 38 лет. А хай профессионал стал 25. Я 13 лет потерял. Знаете, сколько я мог заработать? 13 лет я мог иметь дом, который уже, наверное, выплатился. Я помню, я пришел, посмотрел квартиру в Израиле с видом на залив, и мне сказали 140 тысяч долларов. Я думаю, ого, 140 тысяч долларов квартира. Потом другую квартиру уже была позже, это был где-то 2006 год. 240 тысяч долларов, новый дом прям в первой линии от моря. Как в Флориде. 240 тысяч, 4 комнаты. Супер! 240 тысяч долларов, сумасшедшая цена. Сейчас они стоят полтора миллиона. Эти квартиры. Полтора миллиона! Можете представить себе, я их тогда купил. Я же не говорю про инвестиции и прочее, для себя. Окей? Я когда приехал в Канаду, я опять же, снял в апартмент-билдинге, снял квартиру, это было в центре, в центре Торонто. Работал я в даунтауне, ездил на метро, все отмерял. Мне говорят, о, новое строительство идет. Где? В Торхилл-Вудс. А где это? А вот здесь за седьмым хайвеем. Говорю, вау, так далеко? Так далеко? Я в Форест Хилле как раз снимал. Так далеко, как? Это очень далеко. И моя жена тогда готовилась к экзаменам и даже не хотела думать о том, что что-то покупать. Я сказала, ты готовься, я поехал искать. Я поехал, я первый дом, который увидел, я его купил. Первый дом. То есть я еще потом посмотрел, ну, знаете, как первый увидел, мне сразу понравился. Я поставил там оффер, я проиграл его за несколько тысяч, знаете, я тоже не сообразовал. Несколько тысяч проиграл, потом пришел, говорю жене, ой, мы проиграли оффер, сколько там надо, там пять тысяч мы проиграли. Она мне сказала, говорит, слушай, ну, если ты хотел этот дом, не могу уже дать пять тысяч. Я думаю, действительно, что я не могу дать пять тысяч? Конечно, мог. Ну, вот знаете, вот это непонятно, я самый правильный, да, вот такое было. И что произошло? Дом вернулся на маркет. Дом вернулся на маркет. То есть, это, видимо, как привидение, сказал, это твой дом. Я быстренько побежал, дал оффер, который нужно было дать и забрал этот таунхаус, который я купил, который я прожил восемь лет в этом таунхаусе. И пока я жил в этом таунхаусе, я его несколько раз рефинансировал, я приобрел параллельно еще еще примерно, да, не примерно, четыре дома еще приобрел туда, благодаря этому таунхаусу. То есть, он рос, я доставал деньги, покупал следующие дома. То есть, у меня появились еще инвестиции, которые многие из них до сих пор есть. Потом я уже поменял себе дом и так далее, и так далее. Вот. Такая вот была история. То есть, я боялся купить дом. Я вас всех понимаю, кто, например, еще живет на ренте. Иногда ко мне приходят люди, которые 20 лет живут на ренте, у которых зарплаты по 250 тысяч. Вот, Катя, помню, мы делали таким, покупали дом. Два программиста, не, программиста медсестра, кажется, боялись, не знаю, как купили им. В итоге купили им таунхаус меньше, чем за миллион в Торонто. Это было в разгар ковида. Нужно это же сделать. Вот. Но, тем не менее, вот это то, что происходило. Поэтому, я понял одну вещь. Если вы хотите что-то сделать, то надо просто делать. Окей? И мы вам с этим поможем, мы расскажем, поделимся все своими знаниями, секретами, как именно в этой ситуации, когда кровь на улице, когда все кричат, непонятно, что с моргиджем, все растет, инфляция зашкаливает, все нам грозят, кризисом, а мы говорим про какие-то дома покупать. Мы покажем, как именно сейчас делаются деньги на real estate, даже если вы покупаете для себя. Окей? Поэтому сейчас мы перейдем к Атеине. Как я сказал, это два крутых моргидж-агента, и они вам расскажут все секреты, типы, которые нужно для тех, кто покупает для себя или впервые. Опять же, это не для инвесторов семинара, как сразу сказал. В конце, конечно, мы поднимем экономический прогноз, может, для инвесторов тоже будет интересно. Для инвесторов и не только для инвесторов мы поговорим 29 сентября в импруф-центре. Приходите, выпьем кофе, будут угощения и встретимся вживую. Можем хоть руку пожать друг другу. Окей, Катя с Инной, вам слово. Добрый вечер всем, Алекс. Спасибо, как всегда, за такой теплый прием, такой замечательный introduction. Начнем с того, что для тех, кто нас не знает, я Инна, Катя, тоже на линии. Всем добрый вечер, здравствуйте. Мы представляем Окей Financial, как Алекс сказал, мы моргидж-агенты, работаем в индустрии очень давно, немножко о компании мы сейчас расскажем, когда мы войдем непосредственно в нашу презентацию. Сегодня, как Алекс упомянул, у нас немножко другой формат, мы уже много раз принимали участие в семинарах у Алекса, но сегодня формат немножко иной, и мы рассказываем именно для, мы подготовили презентацию именно для покупателей, которые покупают впервые, не только впервые, но в основном для себя. я сейчас выведу нашу презентацию, секундочку, на экран. Окей. Есть? Видно? Да, все видно. Моргидж-фор-ферст-тайм хомбайер. Немножечко о том бриф-саммаре, адженды, то, о чем мы сегодня хотим вам рассказать. Первым делом мы поговорим про сам непосредственный процесс при квалификации, апрубола и что для этого нужно. Мы расскажем вам немножечко вкратце о лендерах и продуктах, которые существуют на сегодняшний день на рынке, с кем мы работаем. Мы также расскажем вам небольшие, так сказать, do's and don'ts, то, как стоит готовиться к процессу, чего, наоборот, не стоит делать и так далее, чтобы быть в наиболее выгодной ситуации в глазах банка и быть, чтобы у вас были самые лучшие шансы на апрубол, самую лучшую апрубол, которую вы можете получить. И что для этого нужно, чтобы начать. Ну, что, начали? Да, наверное, мы хотим сказать, начать с того, что именно когда вы покупаете недвижимость для себя, то есть вы знаете, что все на самом деле циклично. Маркет цикличен и есть спады, и есть подъемы, да. И как упомянул Алекс, сейчас самое лучшее время покупать. Почему? Потому что цены немножечко скорректировались, да, маркет немножко опустился. Сейчас достаточно большой инвентурии, то есть можно посмотреть дома, можно на самом деле принять правильное решение, да, то есть нет этого спеха, вы можете сделать обдуманное решение. И вот здесь вот таблица, к которой мы привели, цены домов, которые были еще совсем недавно, то есть меньше, чем год назад, в феврале 2022 года и в августе тоже 2022 года. То есть это понятно, что средние значения, но этой таблице мы отвечаем на очень много вопросов, да. Номер один, то есть вы видите, что фактически одни и те же дома можно купить, так скажем, со скидкой, да, то есть те цены, которые были в феврале, сейчас нам дают достаточно хорошей скидкой. Из-за этого здесь мы приводим как пример 20% даунпеймента, но мы с этим, об этом поговорим чуть позже. Допустим, если мы покупаем дом, если в феврале он мог стоить миллион двести, 20% даунпеймента, это было двести сорок тысяч. На сегодняшний день такой же дом можно купить за 900 тысяч 20% даунпеймент 180, да, то есть мы уже экономим здесь не только на сумме покупки, на стоимости недвижимости, но и также на даунпейменте. Соответственно, моргидж, который нам необходим, который мы просим у банка, также будет меньше. И несмотря на то, что проценты выросли, да, и многих это очень сильно пугает, мы об этом тоже чуть подробнее поговорим позже, вот, ну, здесь как в примере, даже с более высокими процентами платежи по моргиджам у вас все равно получается ниже, потому что цена покупки ниже. То есть если так посмотреть, абстрагироваться от всего, что происходит и мидии, да, то есть тех новостных каналов, которые мы слушаем, на самом деле ничего страшного нет, да, то есть вы видите, что все равно можно что-то купить по достаточно доступным ценам, и несмотря на более высокие проценты, ежемесячно вам это все получается обходится даже чуть меньше, чем могло бы обходиться, если мы даже сравниваем с февралем месяцем. Если я могу только добавить к этому одну вещь, которую мы всегда рекомендуем всем нашим клиентам, и мы всегда ваше внимание на этом заостряем, что цифры, смотреть на голые цифры или слушать просто о рейтах, все должно быть воспринято в определенном контексте, да, и когда мы говорим про ставки, ставки низкие, ставки высокие, все это достаточно относительно и должно восприниматься в контексте. Поэтому, как мы показали на примере на этом слайде, это очень наглядно видно, да, даже несмотря на то, что можно сказать, о май гад, ставки 5,19, это очень много, да, и действительно, если вчера они были бы 2%, а сегодня 5,5, это действительно кажется, как очень большое, это много, но несмотря на это, вы можете купить тот же самый дом и платить за него меньше, да, то есть, поэтому, если мы это все в правильной перспективе и в правильном ключе рассматриваем информацию и воспринимаем информацию правильно и целостно, то это совершенно меняет общую картинку происходящего. Помимо этого, на сегодняшний день мы находимся в buyer's market, что это значит, это значит, означает то, что у вас есть возможность как следует посмотреть, выбрать, сходить несколько раз, поторговаться, и я уверена, что Алекс об этом будет говорить уже более подробно, когда будет его часть. А мы пока переходим к следующему. И это непосредственно, что нужно для того, чтобы получить первый mortgage, что для этого требуется, какие requirements у банков, какие документы и так далее. Да, и первый компонент, первый компонент, о котором мы хотим поговорить, когда вы начинаете рассматривать и покупать недвижимость, конечно же, на вашу квалификацию влияют многие факторы. Первый, самый главный, можно сказать, один из самых главных факторов, это кредитная история. То есть все знают, что для получения mortgage банки первым делом проверяют кредитную историю у клиента. Кредитная история важна. Мы столкнулись с тем, что многие, особенно first-time homebuyer или те, которые недавно приезжают в страну, они как-то с опаской относятся к тому, что нужно взять какие-то кредитные карточки и говорят, что не привыкли жить в кредит. На самом деле, в Канаде кредитная история является одним из главных компонентов в процессе получения кредита, потому что именно кредитная история говорит банку о том, какой вы клиент, как вы обращаетесь с кредитами, умеете ли вы правильно пользоваться кредитами. В идеале кредитная история для получения самого хорошего аппрувала должна быть 720, то есть score должен быть 720 и выше. Score может быть максимальный 900 в Канаде, и эти цифры могут варьироваться, то есть некоторые банки могут вам дать кредит, если у вас score 700, другие банки вам дадут кредит, если у вас score может быть там и 600, третьи могут рассматривать score 400 и так далее. То есть для тех клиентов, у которых вообще отсутствует кредитный score, для них тоже есть банки. То есть это все зависит, конечно же, от того, что вы покупаете, типа недвижимости, где это находится, какой у вас down payment, какая у вас зарплата, какой у вас доход, то есть очень много есть нюансов. Но если мы говорим в общем, то кредитная история и вот этот сам score, он формируется из многих факторов, и на сегодняшний день самый большой компонент, который влияет на ваш score, это так называемый utilization of credit, то есть другими словами, сколько вы используете постоянно доступного для вас кредита. То есть если у вас есть одна кредитная карточка, допустим, на 1000 долларов, и вы этой карточкой постоянно пользуетесь, то есть потратили 1000 долларов, заплатили, потратили 1000 долларов, заплатили, скорее всего, у вас score будет низкий. Почему? Потому что кредитная история это компьютерная система, то есть каждый банк, вот где у вас есть кредитная карточка, сообщает в кредитную историю информацию о том, как вы пользуетесь вашей кредитной карточкой и какой у вас баланс на этой кредитной карточке на определенный день. Вы не можете, то есть никто не может точно сказать дату, когда это будет сообщено в кредитное бюро. Даже если вы выплачиваете карточку каждый месяц, в любом случае вы это платите, допустим, раз в месяц, но за этот месяц баланс накапливается. И может такое быть, что вы, допустим, потратили 1000 долларов и перед тем, как вы заплатили, банк отрепортировал, что у вас лимит 1000 долларов и баланс у вас на карточке 1000 долларов. Да? И в этом случае показывает то, что вы используете 100% available для вас кредита. И, соответственно, ваш score будет не очень хороший. Если же у вас такая же ситуация, но у вас есть три кредитные карточки, по 1000 долларов, и вы пользуетесь только одной карточкой. Все то же самое. Потратили, заплатили, потратили, заплатили. И даже если отрепортированный баланс в определенную минуту времени на вашей кредитной истории будет отображаться 1000 долларов на одной из карточек, то остальные две у вас будут с нулем. И в этом случае у вас будет самый высокий score. Потому что чем меньше вы используете данного вам кредита, тем лучше будет ваш score. То есть на самом деле есть и другие компоненты, которые влияют на кредитный score, но это как бы самое, я бы сказала, важное на сегодняшний день. Помимо того, что, конечно же, вы должны оплачивать как минимальный платеж либо выше постоянно до даты, когда необходимо оплатить, не пропускать платежи и так далее. То есть в идеале иметь, необходимо иметь как минимум три кредитные карточки, я бы сказала. Либо кредитная карточка, кредитная линия, то есть каких-то три revolving credit. То есть продукты, вот как кредитная карточка либо кредитная линия, где вы можете постоянно взять какие-то деньги оттуда, заплатить полностью, и эти деньги опять для вас становятся available. И если к этому можно только одно дополнение, очень часто, очень часто мы слышим, когда мы задаем вопросы по поводу кредита клиентам, они говорят, мой скорр такой-то. К этому есть несколько моментов. То есть во-первых, все зависит от того, где и на какой платформе, и как вы проверяете этот скорр, и где вы его считываете. Потому что очень часто мы наблюдаем следующий момент, то, что вы видите или можете видеть там в кредит карма, это совершенно другой скорр, чем то, что видим мы со своей стороны или банк со своей стороны. Это раз. Второй момент, который тоже важен, это сам по себе скорр, вот эта сама цифра, она, да, важна, и многие банки имеют определенный какой-то минимальный трешхолд, ниже которого они не рассматривают аппликации, но сам по себе скорр, он не всегда является очень явной или четкой картинкой происходящего. То есть банки, помимо скорр и помимо этой цифры, они смотрят еще на другие моменты. Это то, о чем говорила Катя до этого. То есть что непосредственно они увидят в самом репорте. и бывают такие ситуации, когда у клиентов там, не знаю, 780-800 скорр, да, и это очень прекрасно и звучит замечательно, но когда мы смотрим репорт, мы видим, что у них одна единственная карточка, которой три месяца, и за счет этого у них такой высокий скорр. для банка это как бы не выглядит как шикарная кредитная история, потому что они не видят ни ступени. Она лимитирована, совершенно верно. Да, помимо этого еще один момент, который здесь стоит добавить, это некоторые банки используют свою внутреннюю систему скорр, да, то есть они не смотрят, они смотрят на ваш кредит репорт, но помимо этого, если вы являетесь или наоборот не являетесь клиентом определенного банка, у них есть определенные внутренние рейтинги, по которым они оценивают ваш кредит, да, и несмотря на то, что у вас может быть достаточно низкий скорр, если вы rated high within the bank, то вы, несмотря ни на что, можете спокойно получить опробу с ними. Это все те нюансы, которые знаем мы, с чем мы работаем, и как бы мы вас в данной ситуации можем вести и консультировать по всем этим вопросам. И переходим к следующему компоненту, это первоначальный взнос, так называемый down payment. Здесь тоже возникает уйма вопросов, и вкратце ответ следующий, то есть существует много разных вариантов. Минимальный down payment на сегодняшний день составляет 5% от покупной цены, но зависит это от цены недвижимости, от района географической геолокации недвижимости, от вашей ситуации, вашей квалификации, дохода и так далее. То есть вкратце, если сказать в двух словах, то минимальный down payment начинается от 5% и выше. на самом деле есть программы, все еще есть государственные программы, которые помогают first-time homebuyer, то есть людям, которые покупают недвижимость для себя, получение именно купить без down payment либо с минимальным, то есть 5% down payment допустим можете дать вы и какая-то еще будет субсидия и поддержка от говермента. Эти программы опять-таки все очень индивидуально, смотря на какие area, смотря на какую недвижимость вы покупаете, во многих случаях они не будут работать, но опять-таки мы консультируем по всему, то есть если мы видим, что вы хороший кандидат для этой программы, то конечно же мы это рассмотрим, но это не для каждого, конечно же. И по поводу down payment, если мы говорим о каком-то минимальном down payment, как говорит Инна, то 5% распространяется только на покупки до 500 тысяч. Если у нас покупка выше, чем 500 тысяч, то от 500 тысяч до миллиона, точнее до 999-999 тысяч, down payment будет составлять 10%. Все, что выше миллиона, 20% и выше. То есть есть тоже градация и есть разделение в зависимости от цены покупки. Опять-таки у всех это все индивидуально и мы консультируем уже исходя из индивидуальной ситуации каждого клиента. У нас есть доступ опять-таки к некоторым программам, где можно купить и без down payment. Опять-таки это все очень лимитед программы и могут не подходить всем, но такие варианты тоже существуют. Следующий слайд это как можно увеличить ваши шансы вообще на получение кредита. И здесь мы хотели бы поговорить о том, что многие, особенно first-time homebuyer начинают слушать допустим каких-то там друзей, соседей и кого-то, кто начинает консультировать, потому что они один раз купили недвижимость, они думают, что они уже все знают в этом процессе. На самом деле в Канаде моргиджи и именно квалификация и как банки рассматривают аппликейшн и так далее меняются настолько быстро, что не все моргидж-агенты успевают следить за тем, что происходит на маркете. То есть здесь вам необходимо работать с профессионалами. С профессионалами как по финансированию, так и с профессионалами реал-эстейт профессионалами, которые вам найдут правильную недвижимость. Дело в том, что, как вы знаете, проценты за последнее время выросли достаточно серьезно, и это связано также с изменением квалификации. Многие банки ужесточают квалификацию, многие банки убирают различные программы. что такое программы также, то есть программы есть, определенные программы для тех, кто self-employed, программы есть для тех, кто full-time, работает на full-time, кто работает на part-time, кто, у кого, допустим, пенсия или какие-то накопления, сбережения, у кого несколько недвижимости и так далее. То есть есть различные программы, по которым вы можете быть квалифицированы. И для того, чтобы вы сами не ходили и не бились, так скажем, лбом об стену и искали эти банки, где вы можете получить моргидж в самых лучших условиях, вам, конечно же, нужно найти вашего профессионала, которому вы будете доверять и который проведет вас легко, так скажем, по этому процессу. Очень важно, помимо этого, тот факт, когда вы работаете в команде профессионалов, не просто с одним профессионалом здесь, другим там, потому что зачастую мы это встречаем и мы видим, какой это стресс для клиентов, особенно для покупателей, кто это делает в первый раз, потому что вы с процессом может быть знакомы, но опять же понаслышке, и это личный стресс, это нервы, когда очень многие, для нас это рутина, мы делаем это каждый день, уже очень сложно нас чем-то, так сказать, удивить, да, мы видели разные ситуации, важно, чтобы ваши профессионалы, те люди, которые представляют ваши интересы, это ваш релостейт-агент, ваш моргидж-брокер, ваш адвокат, чтобы они работали в команде, сплоченной в тандеме, таким образом очень многие вещи могут быть решены на заднем плане, так скажем, да, не вовлекая вас лишний раз, не создавая какие-то стрессовые ситуации, где вы не понимаете, что от вас нужно, и вы бегаете между релостейт-агентом и лойером, пытаясь какой-то, перенести какой-то месседж, который вы не совсем понимаете, что это и к чему. Идем дальше. Здесь мы уже немножко упомянули о том, что индустрия сейчас динамична как никогда, да, то есть мы всегда видели очень много изменений в нашей сфере, но сейчас это все меняется не по дням, а по часам, поэтому очень важно, чтобы специалисты, которых вы выбирали, с кем вы сотрудничаете, держали руку на пульсе, чтобы они были в курсе всего происходящего и ситуации, изменений, и чтобы мы смогли как консультировать вас, так и представить ваши интересы в лучшем свете, когда вы выходите на рынок, когда вы даете офферы, когда вы ведете эти переговоры, негашиations и так далее. Да, и многие тоже не очень понимают, я здесь хотела бы коснуться вопроса, кто такие моргидж-агенты и чем они отличаются от банков и вообще, как это работает, да, смотрите, когда, если вы являетесь клиентом какого-то банка и у многих, к сожалению, такое мнение, что если они являются клиентом одного банка 30 лет, то банк их знает, да, они являются клиентами этого банка, банк их любит и с закрытыми глазами им даст какое-то финансирование и моргидж. К сожалению, это не так. В каждом банке есть свой определенный тип так называемого идеального клиента, да, то есть одни банки легче дают моргидж кому-то, кто работает там 10 лет фуллтайм на определенную зарплату на одну фирму или на одну компанию, не меняет работодателя. Другие же банки более склонны выдавать моргидж, допустим, self-employed, да, какому-то человеку, кто работает на себя, у которого свой бизнес. Третьи банки легче дадут моргидж кому-то, у кого несколько недвижимости, а не одна и так далее. То есть, и причем программы в каждом банке изменяются постоянно. Если, допустим, мы даже скажем про себя, то есть мы с Инной раньше работали на большие банки, мы раньше работали на TD-банк, потом мы работали в Skocha-банке, после чего мы увидели, так скажем, плюсы-минусы каждых больших лендеров, да, то есть это называется лендеры-банки, и мы поняли, что для каждого банка нужен свой определенный клиент, да, и почему-то они делают аппровол одним клиентом и деклайн другим, хотя те другие клиенты ничем не хуже, да, они может даже могут и легче оплачивать этот моргидж, и как мы это видели, да, то есть меньше риска того, что перестанут платить по моргиджу, но, к сожалению, аппетиты у каждого банка разные, как я объяснила, да, и моргидж-агенты, допустим, такие, как мы, да, чем нас отличает, это тем, что мы работаем со всеми банками, у нас не один банк, у нас более 30, это как мейджор-банки, которые вы видите на улицах, так и моргидж-компании, которые занимаются, выдают только моргиджи, также кредитные юнионы, A-лендинг, B-лендинг, C-лендинг, private-лендинг и так далее, то есть фактически в двух словах мы можем сделать финансирование фактически любому клиенту, да, то есть у каждого можем найти лендера, определенного лендера для каждого клиента, именно этим мы отвечаемся от одного банка, потому что вы можете пойти в ваш банк и, к сожалению, на данный момент ваш банк может не видеть интересов такого типа клиента, как вы, да, и многие сразу, то есть даже мы видим те, которые к нам приходят, особенно first-time homebuyer, они говорят, мы ходили в наш банк и нам сказал наш банк, что мы можем купить только там 200 тысяч, а что за 200 тысяч можно у нас сейчас купить, и когда мы их пересчитываем, то почему-то мы сразу можем купить намного больше, да, и в принципе Алекс с легкостью находит эту недвижимость, да, и покупает им эту недвижимость, почему так происходит, я уже объяснила, да, потому что в каждом банке своя квалификация, в каждом банке есть свой определенный тип клиента, вот, по поводу, многие думают, что за это нужно платить маркетч-агентам, абсолютно нет, у нас контракты со всеми банками, соответственно, наша работа оплачивается банками, а не вами, то есть это то же самое, если вы идете в банк, только лучше, потому что мы не продаем вам какой-то определенный банк, мы заинтересованы в том, что мы даем вам самый лучший продукт, который есть на маркете, самый лучший продукт для вас, а не для банка. представляем ваши интересы, а не интересы банка, я бы так даже сказала. Да, потому что банки, соответственно, когда вы идете, они уже вам дают то, что интересно для них, да, и то, что они могут сделать как бы в их интересах, а не в ваших интересах, то есть вот это отличает нас от банков, да, то есть это спектр услуг, соответственно, и в том, что мы вам финансирование делаем, да, то есть потому что у нас доступ есть к более чем 30 лендерам. Помимо этого, хотелось бы еще добавить один момент, потому что с чего начал Алекс, и мы всегда к этому приходим, да, многие на этом семинаре собравшиеся думают о покупке первой недвижимости, но это только начало, и начав с чего-то, рынок цикличен, и очень-очень вероятно то, что вы захотите инвестировать в недвижимость, покупать еще что-то, зарабатывать на этом деньги, и очень важно, чтобы ваши специалисты разрабатывали именно стратегию, не просто сделали вам транзакцию, да, вот вы приходите в банк и говорите, вот я сегодня купил дом, мне нужен на него моргидж, а вы приходите и вы рассказываете ваши планы, где бы вы хотели быть в течение следующего года, 50, и мы вырабатываем стратегию, мы ведем своих клиентов годами, мы позиционируем их в ситуацию, мы предвидим несколько шагов вперед, несколько лет вперед, мы готовим их к следующим покупкам, рефинансированиям и так далее, то, о чем мы будем говорить уже больше, более детально на семинарах для инвесторов, но все это делается, и почва для этого сеется именно вот с самого начала, с начала вашей работы с вашим агентом, с вашим профессионалом, с вашим человеком, который будет вас вести. Ну, и в заключение мы хотим вас, хотели бы вас пригласить посетить нашу страничку, у нас размещены несколько типов очень удобных mortgage-калькуляторов, где вы можете просто зайти, если у вас есть время и желание, да, на сайте, на нашем веб-сайте, и поиграть с калькуляторами, посмотреть, можете просто поиграть с цифрами, и здесь есть разные всякие опции, это если у вас есть такое желание, ну, и, естественно, всегда, пожалуйста, мы ждем ваших звонков, мы всегда рады концентрировать вас индивидуально, пожалуйста, звоните, пишите нам, мы назначим время и с удовольствием пообщаемся с вами один на день. Нейна, поставь нашу контактную информацию, да, вот наша контактная информация, вы можете нам писать имейл, смс, звонить, это наш direct line, также подписывайтесь на нашу страничку в социал-мидии, в инстаграме, мы выкладываем очень много интересной, полезной информации и ссылок, которые вам будут интересны, по которым вы можете подчеркнуть для себя новые знания и новую информацию всегда on top of the market, все новые изменения, новое введение, все мы всегда выкладываем вовремя, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и следите за нами. Спасибо. Спасибо. Именно с Катей. Спасибо, Олега. Это было интересно. Всем спасибо. Спасибо всем за внимание. Окей, я вернулся, мы соскучились, поэтому надо опять включить всем камеры. Я без камеры не говорю. Включайте камеры, и я начну говорить очень интересные вещи, одна из вещей, о которой хочется рассказать. Все знают, что сейчас поднимается интерес, правильно? И Катя Сина сейчас хорошо показали, как это все влияет, что цены упали, мы платим больше интерес, но в итоге платежи не изменились, а фротабилити особо не изменилось, а что изменилось, что мы просто покупаем дешевле. Теперь вопрос. Все знают, как мы говорили, много раз циклично, все циклично, интерес пойдет в какой-то момент вниз, или цирка в какой-то момент пойдет вверх, вопрос когда. Правильно? И я сейчас покажу вам кое-какие данные экономические, которые покажут вам примерно на что надо смотреть, чтобы держать руку на пульсе, чтобы не упустить тот момент, когда вы скажете, вот я все ждал, ждал, ждал и не успел. Многие не успели в 2017 году, когда, помните, в 2017 году была коррекция, все думали, ну все, в 2018 год было все очень такой слабенько, слабенько, не успели оглянуться, и в 2019 год пошел вверх, а тут еще COVID пришел и все взлетело. И многие люди опять не успели. И так эти циклы происходят все время. Так сейчас, если представить поезд, который мчится к вашей финансовой свободе, к вашей заветной мечте о привлечении дома, приостановился. И даже, может быть, немножко дал задний ход, чтобы подобрать тех, кто не успел войти. Теперь вопрос, войдете в эту дверь, или будете ждать опять следующего поезда. циклы происходят, и происходит коррекции. Обычно это 5 до 10 лет каждый цикл длится. Почему это происходит, и почему это сейчас случилось, я попытаюсь вам рассказать, а в конце я вам покажу реальные примеры, как это все рассчитывать, чтобы приобрести правильный недвижимость. Как я вам сказал, я математик, и поэтому, когда люди хотят инвестировать, или купить дом для себя, или поменять дом. Кстати, те, кто хотят просто делать апгрейд дома, сейчас идеальное время. Идеальное время. Потому что, если, например, у кого-то был таунхаус, знаете, люди начинают рассуждать, говорят, о, у меня там конда, например, я мог его продать за 750 тысяч, а теперь я, может быть, 650 тысяч только возьму. И он думает, о, я подожду, когда вырастет. Так и другое же вырастет. Правильно? И получается, что, например, он хотел продать конда 750 тысяч, купить я, таунхаус, который стал миллион 300, миллион 400. Сейчас таунхаус может стоить миллион, миллион 100, конда упала на 100 тысяч, таунхаус упала на 300 тысяч. Простая математика говорит, мы выигрыши 200 тысяч. Поэтому, когда многие говорят, например, возьмем биржу, цены на нефть падают, например, золото падает в цене, но золото упало меньше, чем нефть, например, упала. То есть, вы на золото можете купить уже больше нефти. Так, те, у кого были золото, значит, выиграли, правильно, по отношению к тем, у кого было нет. То есть, надо всегда смотреть относительно. То есть, не надо смотреть, что было, это уже не важно, что было. Важно конкретно, что есть сейчас. Если вы хотели сделать апгрейд, это как раз может самое время. Если вы хотели купить, это самое время. Потому что, когда все пойдет вверх, как получается? Когда все идет вверх, мы ждем, 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 и на самой верхушке мы бежим. Не делайте этих ошибок, начните это заранее. Я сейчас покажу, как это начать, почему это надо начать, и на что надо смотреть. Но прежде всего, такой небольшой экономический обзор куда же все-таки идет этот интерес и когда вообще это все остановится да когда она становится и когда может быть он пойдет вниз причем проблема это не только у нас в канаде это это мировая проблема сегодня в америке подняли интересы других странах понимать интерес почему это все происходит окей сейчас я сделал шарик окей да вы видите сейчас на экране вышла free meeting.ca сфотографируйте запишите можете прямо сейчас сразу зайти у меня там отмечены тайм-слоты такие и дни когда вы можете забукать полчаса бесплатной консультации со мной где мы пройдемся по вашему по вашему именно кейсу как говорится и по вашим желаниям и то что вы хотите и тогда мы сможем построить именно стратегию долгосрочную что вы будете делать если вы хотите дальше покупать или только один дом купить или хотите делать апгрейд есть разные варианты поэтому запишитесь на этот митинг мы с вами переговорим я вам построю эту стратегию и после этого вы свяжетесь с Катей и из этой стратегии они вам построят именно финансирование этой стратегии поэтому у меня есть не так много этих слотов поэтому используйте пока и пока есть много вариантов да что можно было выбрать подходящее для вас время окей поехали экономический обзор опять же я не экономист никогда не учился ни на ком экономическом факультете никогда не был никим экономистами и финансовым адвайзером никем поэтому все эти вещи что я говорю это чисто мое мнение это та информация которую я прочитал в различных источек информации я подписан на много разных экономических журналов и я попытался там кое-какие вещи вырвать соединить вместе и показать вам что происходит да вот посмотрите на этот граф мы очень долго жили с низким интересом помните очень долго у нас был 025 банковский интерес это не prime это именно банковский интерес очень долго мы думали что это навсегда на самом деле действительно низкий интерес у нас уже больше десяти лет был тоже сейчас такой пошел подъем это с 90-х годов такой был и на правда инфляция никогда такой нет и тут банк начал просто нас разрывать да то есть начал поднимать вначале взял на 0,25 потом на 0,5 потом еще раз на 0,5 потом видела все хорошо там давай теперь поднимем на сразу на один процент влупили до 0,75 и самое интересное что когда последний раз подняли на 0,75 почему всех очень испугал не только факт что подняли на 0,75 когда они ожидали такое такое агрессивное поднятие а как они его подняли не сказали мы еще дальше будем продолжать поднимать я вам покажу сколько они могут еще поднимать если будут поднимать опять же никто не сказал когда начался ковид они сказали до 23 года поднимать не будут вот 22 закончился они уже подняли до потолка да вот поэтому то что они говорят надо все брать так умеренно а самим просто начать понимать цифры понимать что вообще происходит чтобы знать как действует окей давайте посмотрим вот на этот граф значит это граф который показывает government debt по отношению gdp вы видите вот оно шло вверх 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 в 90-х годах потом оно пошло вниз до 2008 года случился кризис потом после из кризиса опять пошло вверх если немножко ушло вниз тут произошел ковид опять пошел вверх да то есть депт у нас растет растет а особенно он сильно вырос посмотрите отсюда это где-то около 90 было тут на 120 это до 30 чем-то процентов сразу вырос за два года на 30 чем-то процентов это это огромный огромный скачок да если этому в отношении всем просто посмотри канадский биттур мы увидим да вы же вырос где-то из примерно 700 до 1100 на 400 то есть почти удвоился почти удвоился за два года ковида наштамповали кучу денег вошли в огромные долги и потом удивляемся почему сейчас не перед понимаете теперь посмотрим на граф это американский да он тоже видите очень похож тоже ведь он здесь взлетел здесь немножко притормозил да и ну что притормозил и теперь мы посмотрим на m2 это очень важный граф если кто не знает это граф движение денег да сколько вообще денег может просто языком печатается посмотрите вот здесь они шли вверх 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 здесь пошли более круто вверх а здесь просто чуть ли не не вертикально вверх пошло да то есть если здесь у нас было где-то в районе 175 тысяч то мы дошли почти за 250 тысяч на 75 тысяч поднялось за два года это столько было напечатано денег во времена ковида и если мы посмотрим на американский рынок то то же самое примерно похожая ситуация и сейчас она остановилась опять же остановиться на не может потому что нужно стимулировать экономику и мы увидим опять большой взлет этого это произойдет потому что как-то надо питать все эти долги все накопилось у нас в гармонте другой стороны посмотрите цены на нефть да то есть посмотрите на здесь был пик алис резко резко пошло вниз и вот они здесь остановились вот на этот поддерживающие линии и посмотрим как она пойдет или пойдет дальше как вверх или пойдет вниз это огромный отличный индикатор рецессии когда топливо так падает когда он так падает это один из индикаторов что мы брик и если посмотрим на развитые страны то мы увидим что наш gdp от инфляции отличается 3.7 десятых то есть она разная понимаете оно должно быть такое разное потому что иначе не будет движение экономики и то же самое если мы посмотрим на на другие развитые страны то же самое это все происходит что огромнейший депт 305 триллионов у всех развитых стран если могли вместе без китая теперь посмотрим как это все работает эти цифры чистая математика да допустим это американские данные но канадской очень похоже работать 4.4 десятых триллиона долларов мы получаем американцы получает как так с ревеню то что собирается в конце года компания как у нас серый да и где-то еще 400 миллионов долларов они горит и ты еще дополнительные другие такси значит они называются другие таксы то есть во втором году это будет 4.8 триллионов долларов mandatory expenses которые у них есть на видим на здравоохранение на на разные другие вещи там на пособие по безработице прочее так 3.7 триллионов долларов defense они тратят 800 миллионов долларов то есть total expense за 4.5 триллионов долларов да то есть с учетом того что было 484 5 у нас остается 300 миллионов долларов что неплохо на погашение интереса который вызывает этот депт который американцы накопили да но если мы посмотрим то депт который у нас был получается нужно было платить 400 миллионов долларов то есть у нас нехватка 100 миллионов долларов ежегодно на погашение этого депта то есть мы только на 75 процентов покрываем интерес накапливаю на этот депт даже мы не погашаем даже интерес не может американцы могут подошли на сколько похоже стоит такой тебе представьте сейчас депт американский стремится 50 триллиона а интерес рейд сейчас поднялся следовательно интерес стал выше на логике мы говорили данные до того начали поднять интерес то есть теперь нужно платить только за интерес 1 триллион долларов а у нас только остается 300 миллионов то есть 700 миллионов долларов нас будет добавляться без даже того учета что у нас еще депт будет дополнительно расти счет печатания денег и других вещей то есть только насчет интереса американцы не могут долго держать такой высокий интерес это будет катастрофа и просто они не в состоянии окей теперь посмотрим на таблицу всевозможных стран и посмотрим какой у них интерес рейдов в аргенте не все за спешками 70 процентов не знаю что такое вот и инфляцию тоже где-то 80 процентов если посмотрим практически у всех всех стран развитую страну в бразилии немножко по-другому она отрицательная то есть реальный интерес у нас отрицательный и даже возьмите канату если у нас сегодня банковская ставка 325 официальная инфляция понизила сказали 7 процентов 7 процентов то все равно минус 475 то есть даже несмотря на то что интерес вроде бы высокий все равно деньги обеспечиваются быстрее то есть равно как бы мы плюсе минусовая разница то есть это леет о том что есть куда еще поднимать пока инфляция высокая есть куда еще поднимать и если мы посмотрим на 1 израиль минус 4 процента виталий минус 8 процентов да вот то есть минус 5 во франции то есть беде отрицательный испании минус 10 то есть это то что нужно держать гаммин для того чтобы стимулировать и чтобы экономика росла с другой стороны это граф от того что у нас уменьшается хаус холд стоит да то есть размеры семей то есть если мы возьмем девятнадцатый век среднем семья было шести человек было много детей вот она не все средства были что можно было это контролировать вот и ну и кроме того когда экономически у нас идет продвижение людей то все меньше и меньше детей в семье сегодня средний это два человека семья почему потому что есть огромное количество singles то есть люди общение не обзаводится семьями есть огромное количество уже пожилых людей это говорит о том что у нас не просто огромное население у нас много ячеек много семей на каждую семью нужно какой-то единицы жилищной площади правильно а с другой стороны мы посмотрим по поводу иммиграции а иммиграцию нас никто не отменял то есть если возьмем двадцать второй год сегодня на что сентябре беда это данные до июня за полгода то есть за полгода на перманит резидент уже приехала почти 230 тысяч человек то есть если нас план был 400 тысяч за полгода же 230 . а иностранных студентов приехала 200 тысяч человек это не план на того то есть если мы говорим что 400 человек у нас приезжает иммигрантов то мы не считаем иностранных студентов тут получается что почти миллион людей приезжает ежегодно и половина из них отседает в антарию что такое полмиллиона людей за год ну пускай даже быть не полмиллиона то будет 300 тысяч все иностранные студенты тоже нужно снимать где-то жить это огромные огромные цифры у нас средние города меньше чем 300 тысяч населения то есть каждый город добавляется у нас на карте а теперь представьте такая вещь что цены упали люди перестали покупать билдеры перестали строить билдеры не может продавать подешевле цены и сейчас пойдете к любому билдеру там будь то конды или отдельно стоящие дома они будут намного дороже чем дома на рынке почему потому что есть себестоимость строительства и сегодня цены на недвижимость вокруг дешевле себестоимости строительства получается что билдерам выгоднее заморозить стройку и не строй что они уже сделали успешно и ждать лучших времен а это посмотрите на граф это single family inventory в большом торонто вот это вот черное с точечками это 22 год видите пошло 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 вверх его его было мало 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 и счастливым посмотрим то есть это смотреть правильно по графу то у нас инвентории стало больше немножко но если мы посмотрим только 16-м году и в 21 его было меньше. А так его всегда было больше инвентурия. То есть в 16-м году это был пик, тогда, помните, взлетали цены? В 21-м году был пик, взлетали цены. Его было мало. То есть у нас чуть-чуть больше, чем когда было совсем мало. Инвентурия нет. То есть, казалось бы, дома особо не продаются, да? Люди особо не покупают, но и домов особо нет. Люди выжидают. Люди не хотят пока продавать. То есть продают только те, кто вынуждены. И поэтому сейчас вот есть возможность искать вот этих мотивированных продавцов. Потому что тот, кто вышел на продажу, ему надо продать. И тогда вот можно поймать хорошую сделку. Если мы посмотрим средний рост цены, почему я всегда говорю средний? Помните, вы кричали цифры? 21-й год был, 20-й год, 20-й 20%, 30%, 50% рост. Сумасшедшие цифры. Это ненормальный цифр. Такое не должно быть. Если мы возьмем среднюю статистику 69-го по сегодняшний день, то в среднем 7% в год рост цены. А это огромные цифры. 7%. Представьте себе. Это значит, за 10 лет примерно удваивается жилье. Потому что это комбайн интересный. Примерно удваивается жилье. Так, если вы вложили, сегодня купили дом, скажем, за миллион. Мы не говорим, что обязательно такие дорогие, но чтобы легче считать было. За миллион. И положили 200 тысяч. И дом стал стоить 2 миллиона через 10 лет. Все думают, а, в два раза увеличилось. Да нет. В пять раз увеличилось. Потому что вы положили 200 тысяч, а заработали миллион. Ваши деньги увеличились в пять раз, а не в два. Это леверидж. Для этого берется моргиджи. И многие люди говорят, а я куплю без моргиджа. Не стоит. Вот так зарабатывается день. 7% Это средний рост. А если мы возьмем с 8 года по сегодняшний день, это 7.7. Это же еще выше, да? За последние 14 лет. А если мы возьмем с 12 года, когда начался такой бум и увеличилась эмиграция, это более реально, это 8%. Это очень большие цифры. Опять же, напоминаю, примите на дустье, чтобы записаться. А сейчас я вам покажу примеры. Это реальные примеры, чтобы вы поняли, как это работает. Вот этот дом мы продавали, когда мы его продали, в феврале. Помните, это самый пик был, да? 22 февраля мы его продали. Мы выставили за миллион 88, продали за миллион 450 тысяч. Таунхаус. 1500 чем-то скверфит, маленький таунхаус. Миллион 450 тысяч. А этот таунхаус, который даже выглядит немножко больше, я не знаю, больше, он не больше, тяжелость понять, продали в сентябре, даже еще до поднятия этого интереса, который сейчас был, за миллион 118. На 300 с лишним тысяч дешевле. Это колоссальные цифры. И даже если у вас будет, ну, я вам покажу сейчас даже по поводу покажей. Другой дом, Берри, например, да? Кто хочет купить что-то подешевле, подальше можно, скажем, возьмем пример Берри. Отличная бангала, три бедрума наверху, два бедрума внизу, можно из него дуплекс сделать, можно жить самому наверху, внизу сдавать. Много есть вариантов, да? Ну, в принципе, это пять комнат. Хороший дуплекс, хороший бангал. Даже отдельный вход уже, видите, уже есть сразу же. 669 тысяч его продали. В августе, даже в сентябре, 669 тысяч, когда-то такие цены были. И на этой же улице дом проданы 25 февраля. 975 тысяч. То есть, на 300 тысяч дешевле. А это что значит, что это 50% разница. Это был мотивированный проделец. Это не типичная сделка для Берри. Не типичная. Но на такие надо, такие надо находить. А теперь давайте посмотрим цифры. Окей? Вот эти два дома я взял. 975 тысяч, 669 тысяч. Во-первых, правильно, как и на скате сказали, в этом случае вы платили бы 195 тысяч доунпеймент, в этом 133 тысяч. Это значит лишние 60 тысяч нужно было положить. То есть, у вас есть возможность скупить дом, у некоторых не хватало доунпеймента, накопить его сложнее, чем, например, купить его сейчас. Потому что накопить 60 тысяч это не так легко при наших зарплатах. И сейчас у вас есть возможность как бы на 60 тысяч дешевле, меньше дать денег на доунпеймент. И, следовательно, взять меньше моргин, меньше дефт. Да, он высокий процент. Да, сейчас выше вроде бы платежи. Но интерес-то упадет. Я, кстати, забыл сказать, а когда он упадет? Помните то, что я вам показал? Я просто проскочил. Можно, чтобы вернуться. Вот это вот отрицательное, то, что я вам показал, цифра. Пока она будет отрицательная, интерес будет высокий. Почему? Потому что гаумуту надо держать отрицательный баланс для того, чтобы съедался этот дефт. Дефт невозможно выплатить. Он может съесть инфляции. Понимаете, да? Как только инфляция опустится, представьте, инфляция завтра станет опять 2%, потому что не стремятся. А у нас интерес официальный 3,25 либо 4%. Это катастрофа. Он должен быть отрицательный. Следовательно, он опять будет 1% или 1,5%. И это происходит все время, циклично, постоянно происходит. Как только сейчас начнется рецессия, что они сейчас пытаются сделать? Они пытаются вогнать экономику в искусственную рецессию. Почему? Потому что те люди, у которых высокие моргиджи сейчас были и которые сейчас начали выплатить большие моргиджи, сейчас у многих произойдет вот этот забыл, как он называется, есть многие банки, которые не меняют выплату моргиджа, они меняют только соотношение принципов и интерес, да? Там TD банк, RBC банк. Но как только оно становится отрицательным, они пересчитывают. Сейчас у них пересчитается, оно изменится, да? То есть, понимаете, то есть произойдет то, что у людей увеличились расходы. Раз увеличились расходы, значит, они меньше будете тратить. Меньше поедете в поездки, меньше купите себе какие-то предметы роскоши, несколько раз подумайте, прежде чем в ресторан, и это ударит по всем бизнесам, по всему бизнесам придется снижать цены, потому что надо будет конкурировать, бизнесы будут закрываться, начнется кризис, и инфляция остановится. Это то, что пытаются они сделать. Я не считаю, что это умно, но это то, что происходит. Хотя, на самом деле, если бы не упустили цены на нефть, они могли достичь это намного быстрее. Окей. И как только она остановится, она опустится вниз, мы войдем в рецессию, и что будет делать? Будет симулировать экономику, будет опускаен интерес. Но дом-то уже куплен за 700 тысяч. То есть, получается, что как только начнется интерес падать, цены пойдут вверх, он опять станет в миллион, вы уже 300 тысяч заработали. Сколько вам надо работать, чтобы заработать эти 300 тысяч? Поехали и вернемся дальше. Где я был? К этому графу. Вот. И мы сказали, что моргидж теперь будет намного ниже. Ленд-трансфер-такс. Это тоже мы платим один раз. Это я поставил цифру для тестов-комбайеров. Для тех, кто покупает не впервые, это на 4 тысячи больше будет. То есть, у вас и это в два раза стало меньше. Это еще 6 тысячи разница? Вы еще 6 тысячи сэкономили? То есть, вы доумпеймонт дали 133 тысячи и на 6 тысяч меньше. То есть, вы суммарно здесь дали 140 тысяч вместо 206 тысяч. Это существенная разница. Это на дешевый дом относительно. А если возьмем дорогой дом, там еще больше разницы. А посмотрите на моргидж-пеймент. Он такой же. То есть, люди покупали за миллион, стремились, и перестали покупать, когда 700 тысяч было. Хотя платежи те же самые. То есть, ну, а что не то же самое? Меньше доумпеймент, меньше депт и меньше ленд-трансфер-такс. То есть, реально здесь выигрыш находимся. А теперь представьте себе, когда эти 5% встанут обратно 2, эти 2 800 превратятся где-то в 1800. Или 2000 даже. И что произойдет с домом? Он станет 975. Это то, что произойдет. Но депт у вас останется тот же 535 тысяч. То есть, получается, у вас сразу полмиллиона экрити появилось. Вы его рефинансируете, достаете деньги и покупаете следующие дома на инвесмент. Теперь посмотрим Ричмонд-Хилл. Мы говорили, Берри, вот Ричмонд-Хилл. То же самое, вот 1 450 тысяч, 1 118 тысяч. Здесь доумпеймент 290 тысяч, здесь 223 тысяч. Разница 70 тысяч почти. Громадный день. Здесь моргидж 894 тысяч. 1 160 тысяч. Не каждому еще дали такой моргидж огромный. И этот не так легко получить. Но в принципе эти два профессионного могут получить. ленд-трансфер-такс 21 500 тысяч почти 14 800. Опять разница. А платежи чуть-чуть больше получается, потому что до 1 118, поверьте, можно найти за миллион. Это просто пример того же района. Можно найти в другом месте за миллион, так будет такая же. 332 тысячи на сейвинг в цене, 6 500 на сейвинг на ленд-трансфер-такс и около 70 тысяч на доумпеймент. Поэтому то, что я говорю, запишитесь по этому адресу, примите на все, я сейчас напишу это в чате тоже, или кто-то может написать из моих коллег, чтобы люди увидели. И здесь получается такая вот вещь, что я сам таким, я понимаю многих людей, я таким же был, я был таким же, я очень боялся купить, я вам скажу, что я, когда купил, ну, я не говорю, что на свой первый дом я насклёп эти 20%, я его купил таунхаус аж за 450 тысяч, купил таунхаус 20% дал 90 тысяч, что потом произошло с ним таунхаусом? Я его продал, я его продал в конце 15-го года, нет, нет, sorry, начале 16-го года, я его продал начале 16-го года и купил себе дом на соседней улице, прям напротив, я вижу этот хаус из окон, думать, зачем я его продал, но, неважно, в этот момент я его продал, я его продал за 900, то есть он удвоился, купил в 88-м году, продал 16-го, 8-м лет, то, что я говорил, так, так, так работает, статистика, то есть я 90 тысяч вложил, получил 450, но я не совсем так получил, потому что по ходу, пока я его продал, я еще приобрел 4 дома, или 5, 4 дома, 4 дома, окей, и они у меня остались, теперь я купил себе другой дом за миллион 350 тысяч, который был 3,5 тысяч в которых я сейчас и живу, да, то есть я смог спрыгнуть из этого хауза в следующий дом, который уже был другого уровня, когда это произошло, до того, как начался вот этот вот подъем, я купил этот дом в конце 15-го года, окей, то есть уже начинался, но не такой сильный, кстати, я его купил благодаря тому, знаете, есть некоторые люди начинают, когда вот они считают агента, что многие спрашивают, не спрашивают, насколько там агент знает эрию, да, насколько он вообще знаком с другими агентами этой эри, потому что тоже играет большую роль, когда ведешь негашейшин и прочее, не спрашивают, сколько он умеет торговаться, потому что это супер важная для агента вещь, самое важное, наверное, это умение вести переговоры, и люди, когда берут себе агента, там на продажу или на покупку, на продажу, например, они берут, они сразу спрашивают, а сколько ты берешь процент, да, что все пытаются экономить именно на агенте деньги, а на самом деле, правильно говорить, не какой ты берешь процент, а сколько я получу чистыми нару, это должно вас очень интересовать, потому что вопрос, за сколько продадут, правильно, так вот этот дом, который я себе купил, человек, который его продавал, и он решил вообще без агента бить, он повесил там, с LB Honor, то что называется, за миллион 450, а я купил за миллион 350, то есть, почему, потому что я мог торговаться, я три дня с ним торговался, потому что ни одного другого оффера не было, никто про этот дом не знал, вообще, понимаете, вот, поэтому, я вам скажу, что, это играет большую роль, как вы продаете, как делается маркетинг, как идутся переговоры, кстати, вот даже дом, которому показали, вот мы с Мариной его продавали, который показал за миллион 450 тысяч, это уже, ну, были какие-то же проблески охлаждения, но еще не было такого, классный пример, кстати, расскажу про него, если хочешь продавать, это интересно, значит, не знаю, есть ли наши клиенты здесь, стоял дом, никаких апгрейтов не было, ничего не было, мы посмотрели, да, можно выставить, как есть, но если мы сделаем из него, там, сделан определенный ремонт, то мы его продадим хорошо, и мы вложили где-то около 50 тысяч долларов, где-то примерно, да, Марина, где-то 50 тысяч долларов стоило примерно, 50 тысяч долларов мы примерно вложили, мы его поставили, было много просмотров, и только два оффера, и то один пришел, а второй пришел так, а, давай попробуем, вы видели, сколько он стоял, около миллион сто, а продали на 350 тысяч, мы подняли, двумя авторами только не 10 не 20 32 опера было вот это вот как бы успех не дышишь как правильно вести переговоры двумя авторами поднять 3500 я продавал один дом я продал за помню за 3.3 миллиона тоже поднял на 120 тысяч долларов с одним оффером этот имение правил правильный теперь соседний там у кого когда мы только выставили такого продали они тоже выставили сразу же но без никаких апгрейтов они в итоге вы так и не продали он на миллион 300 стоял они не смогли его продать а мы заменим 440 ведь насколько это важно правильно увидеть что нужно сделать и как правильно его продать но это просто это для продажи мы сейчас не продаем больше покупаем сейчас время хорошо покупать поэтому если вас не горит продавать лучше не продавать сейчас лучше не продавать вот но если вы хотите сделать апгрейд это уже другое дело опять же иногда можно принципе и не продавая сделать апгрейд или инвестировать не продавать очень есть много разных интересных теорий опять запишитесь ко мне на консультацию и я посмотрю как можно для вас построить стратегию чтобы не было как говорится много крови да как я сказал чтобы чужая кровь все-таки как я росли сказал не туба его на блатал за стрит и выносим он благ так уж это будет не наш было но тем не менее найти или бывают люди например купили там инвестицию ой купили дорого все такое начинает расстраиваться я понимаю я тоже купил декабре месяце по дорогой цене на стрессе делаешь ремонт дам все мне будет покрываться камера разница но я скажу те люди кто покупали со мной издали принципе практически все не в минусе потому что кэшлоу просто его стало меньше или нулевое но я это же играл пришло это тоже позволяет долго держать дом так вот сейчас не надо думать о том что когда купили лучше пойти сейчас еще раз купить что делать я верю среднюю это когда на бирже покупать ценные бумаги купили о цена упал ноги доношу дел нас продавать нет можно купить еще может быть еще называется так и колбасы кусочек вот и поэтому то же самое здесь поэтому я вам скажу ждать самого низа это бесполезно также как на бирже вы не можете даже от самого низа и продать на самом верху это тоже бесполезно никогда не будет знать это вверх можно угадать примерно где-то внизу и примерно вверху я считаю что на сегодняшний день мы почти у низа может быть не совсем но почти но опять же вот этот дом который показал что продали до 669 тысяч даже сегодня не так просто найти будет еще одну такую сделку потому что родишь дешевые сделка была и даже короче цены может быть еще упадут они все равно не факт что придут к этой цене то есть это был супер мотивированный продавец или например сейчас берет уже есть один дом которым уже торгуемся все такое давно уже торгуемся у меня просто клиент вот тоже уперся за несколько тысяч да как я говорю но за 700 тысяч готовы отдать дом легальный дуплик с огромным лотом есть на проблема что там живут тенанты которые платят мало не так легко их убрать но эти люди покупают для себя они спокойно их убирают и получают дом на большом локе за 700 тысяч долларов которые они еще могут потом со временем через год сразу нельзя вытащить не веселиться тенантов через год потом смогут сдать бейсмент привести немножко его в порядок и жить практически там ничего не платят есть много разных вариантов стратегии что нужно сделать поэтому если вы надумали покупать дом для себя у нас сегодня не не инвестиции на кустом компасе семинар и вы говорите у меня недостаточный день у меня не очень высокая зарплата у меня там где-то принадлежал работать не только недавно стране все равно позвоните и ну не позвоните запишите на 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 консультацию потому что даже если вы не можете это сделать сейчас то к этому надо готовиться и я просто расскажу как этому готовится тоже потом этот процесс вот недавно сейчас купили тоже клиенту дом для себя которые все банки ему сказали что ним ты не квалифицируюсь я посмотрел это не может быть что-то не корректировался отправил кати сын и сделали мордич то есть иногда вам кто-то может сказать мне нет и не получишь а кто вам сказал что человек или точек в банке особенности клерк в банке который принципе вообще не особо ничем не заинтересован что он сказал все варианты и что он достаточно и дюкей ты чтобы дать вам такой ответ сказать все принято ли комедия пока не может ничего надо проверять еще окей это то что я хотел сегодня рассказать есть какие-то вопросы у кого-то у нас немножко время осталось если напишу а уже написали примитим за цель здесь написано а консультация бесплатная консультация бесплатная полчаса я всегда на семинарах когда ночные семинары я выделяю время на бесплатные консультации болтаем при митинге сей там все мои времена расписаны просто выбираете нажимаете и вам приходит подтверждение в google календарь и вы забуковаете место можете открыть микрофон и сказать даже только еще сказать поднимите руку да вы меня слышите нет у меня слышу я вот не за я пытался не мать на слышно мне просто то интересно это было объявление что вот какие-то ошибки которые не надо совершать это бы тема вообще была раскрыта сегодня или как-то мы ее пропустили но ошибки он сказал что ошибки ошибок очень много но ошибки которые люди допускают например что они идут это катя сына говорили что люди идут в банк и и считают что то есть они там в этом банке находятся так этот банк мне дает самый лучший моргич а банкин говорит нет ты не можешь получить моргич и все а может конкретно этот банк не работает с такими людьми как вы а другой доработает другие ошибки то что я сказал как люди допустим и выжидают например рынок думает они они поймают самый низкий рынок на самом деле нужно ловить не рынок а нужно ловить цену и еще одна ошибка это по поводу выбора специалистов что что касается риэлторов или моргич агентов или даже адвокатов все классные все хорошие все предлагают своих соседей друзей которые по сравнению риэлторы которые там там трек драйвера вечером делают моргиджи например то есть разные но поверьте мне вы не пойдете трек дайверу и ступа вечерам делает зубы правильно каждый заниматься своей специальность и моргич агент например у которого нет определенного оборота моргиджей с ним банк разговаривать абсолютно по-другому например если приходит человек и его банки особо не знает как нему так андерайтеры отнесется когда приходит человек который делает там сотни миллионов и выше там транзакций тубанка и с ним говорит по-другому и знает что у него есть репутация что у него нету при этих вот дефолтов и прочих дел с риэлторами то же самое с риэлторами тоже самое если я прихожу и говорю с риэлторами которые меня знают мне легче с ним договориться чем я вам скажу честно когда мне приходит иногда риэлторы которые вижу неграмотные прочие и у меня будет например даже два оффера и один будет более грамотный другой неграмотный я предпочту ими грамотное дело душу меня нашу еще еще и сделка закрылась правильно это играет большую роль даже на этом уровне у меня не гэшей риэлтор это тоже очень важная вещь многие люди когда выбирают агента например они не спрашивают а вообще сколько он сделал сделал в этом районе а покажи свои последние транзакции сколько там стоял и сколько ты купил в этом чему мог выторговать есть много разных вопросов как интервью я не говорю по поводу инвестиций говорю для себя вот это играет очень большую роль мини гэшей так есть очень много книг на эту темного нибудь изучать книги вам-то не надо но есть очень много книг который учит я как на душе и нас уже наша компания нас 15 человек мы входим в топ-50 компания то меньше чем один процент по канаде даже не по онтарию не по торонто по канаде потому что люди которые работают команде вот как я сказал с марина они им вот вот все кто здесь находится то есть вижу это продюсер это продюсер мы number one в ролл это и 4 критики по количеству сделок number one это по торонто и мы входим в топ-50 по канаде это очень больший показатель почему потому что мы работаем по системе и люди нам доверяют потому что мы мы инвесторы мы работаем с инвесторами много а инвестор не покупает один дом они покупают возвращаются еще раз покупают покупают вниз многие люди мне даже клиент которым сделал 18 делать то есть если все было плохо не вернулся до 18 вот есть есть люди которые по 5 по 10 делаков а те кто покупает для себя я тоже когда-то покупал для себя или выбирал агент и правильно неправильно выбрал наверно не совсем потому что хотя сделка прошла нормально все было хорошо но я взял первого попавший риэлтора который мне посоветовал какой-то друг который его знал и который вообще такой власть на кучу может несколько назад но я вообще не понимал и только приехал думала все одинаково нет не все одинаково или адвокаты например тоже ты думает о какая разница адвокат кто дешевле возьмет а вот недавно они на скате там распробовали сделку кстати это еще кстати а еще на люди которые делают ошибку и когда покупают при констракции вообще не советую покупать тракции покупают надо обязательно чтобы хороший ловер прочитал ваши гриман там есть очень много подводных камней и была сделка это даже не конда была а free hall где билдер заплатил дополнительные сто десять тысяч за и саймон потому что моргич попросил там еще одно человека добавить что получить моргич на билдер спал где сто десять тысяч сто десять тысяч и они уже думали что конец и адвокат которого они взяли все разрулил просто он знал как говорить и с кем говорить и и что делать с банками связи были другими а люди начинают вид о а тот на 200 долларов меньше берет дом покупать за миллиона 200 долларов на адвокате экономика парадокс иногда происходит вот я никого не рекламирую не адвокатов ничего я и работаю с определенными адвокатами с определенными органами агентами который прогонит проверены времени потому что наша компания делает ни одну не две сделки а более 300 сделок в год то есть мы делаем сделку в день примерно можете писать сколько у нас транзакции сколько разных вариантов сколько всего брокер берет от суммы сделки морги моргич агенты не берут никакие мы тоже лил стоит не берем никакие проценты когда мы идем покупать нам платит продавец то есть вы ничего не платить все что вы должны будете заплатить это адвокату и и хоминспектор больше ничего вот еще вопросы здравствуйте вы меня слышите да слышу кристину да 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 александра у меня пару вопросов более такие коротенькие у меня такая ситуация раньше у меня были проблемы с кредитом особенно что как многие другие люди не знали даже что это такое и я давала одну кредиты которые у меня были и я закрыла все кредиты буквально перед к видом но случился к виды у меня не сильно поднялся но вот после к вида как все стало на свои места у меня уже все закрылась и у меня начался подниматься кредит у меня буквально сейчас семьсот четырнадцать кредит я еще немножко жду чтобы вот он поднялся до двадцати пяти может быть еще больше но в истории кредитные все еще видно потому что это было три года назад четыре и пять лет назад то есть насколько это вот действует что видно коллекшены да я вам советую поговорить с Катей и они вам подскажут что в этом случае делать можете записаться ко мне на консультацию или сфотографировали их данные с ним напрямую или ко мне я вам просто дам их данные и насчет того что вы сказали процентной ставки которая сейчас намного выше но может быть в текущие года он снизится насколько реально взять моргидж на то есть контракт только на два или на три года я вам скажу так я никогда не беру фикс моргиджи никогда противыми условия не давали по многим причинам а веребал смотрите веребал значит есть два вида есть один вид что вы берете веребал и когда будут ставки снижаться у вас платежи будут автоматически снижаться а есть такие банки карбисе эти дитам себе си они дают допустим уплате платеж скажем 2000 месяц за упаде 2000 месяц и говорят предположим 1000 это будет интерес допустим 1000 это будет принципу примеру и когда интерес начнет падать то у вас будет принципа не на 1000 погашать скажем она полторы тысячи будет быстрее выплачиваться моргидж но платеж останется таким же и только через через 5 лет вы его пересчитать или вы можете его разбить и сделать новый моргидж теоретически возможно это сделать потому что это веребал в случае веребал вы платите только три месячных интереса то есть это не три месячных платежа три месячных интересов платежа в случае когда берете фикс там штрафы огромные они могут быть и 20000 и 30000 в зависимости сколько срок остался и какого не размера поэтому вы менее flexible и фикс всегда делается он обычно дороже чем веребал и многие люди он еще поднимется еще поднимется насколько он поднимется если на два на три месяца поднимется вернется вы уже на 5 лет подписались можно правда на два года для фикс тоже есть фиксы на два года ну и я опять же если вы покупаете дом для себя и вы видите что он дает там хороший фикс на два года на три года и вы все равно два-три года ничего не буду делать можете брать и фикс хотя никто ничего не знает сегодня не делай завтра что-то изменилось спасибо есть еще вопросы окей если нет вопросов спасибо что вы были сегодня опять же хотите нас увидеть лично поздороваться выпить с нами кофе 29 сентября импрув центр я пришлю потом вам самим пришлю адрес приходите если вы здесь идите живете принципе так сложного около 7 хайвэя 447 приезжайте выпьем с вами кофе на бундершрафт вот и там как и сильные опять будут говорить про разные вещи интересные и также мы поговорим про кризис про инвестиции и те у кого есть может быть уже тенант и прочим поговорим очень важная информация будет как поднимать аренд двадцать третьем году окей всего вам доброго хороших выходных и берегите себя до свидания спасибо большое спасибо